Книга пророка Исаии, 60-я глава, прочтен с 1 по 5 стихи, прямо из Библии. А потом я истолкую эти стихи с точки зрения утренней проповеди. Вы можете приобрести запись утренней проповеди, если хотите узнать все детали. Первый стих. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари, к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, «Потому что богатство моря обратится к тебе, и достояние народов придет к тебе». Отдельное пророчество и пророчество в целом — это небесный план для человечества, живущего на земле. Когда вы находите в Божьем слове пророчество, знайте, это Божий план для человечества, и мы должны его исполнить, пока живем здесь, на этой земле. Во втором стихе вы видите слово «тьма». Подчеркните это слово. «Тьма» — это запрограммированное событие. Эта тьма будет не частичной, а полной. Для всех, живущих на земле, наступит время полного отсутствия света, и не будет ответа для нечестивых. Позвольте мне вернуться к первому стиху. Я хочу показать вам значение всего этого отрывка, то есть с первого по пятой стихи. Слово «восстань» означает «измени положение и настрой». В расширенном переводе говорится, что если человек пребывал в депрессии, или разочарован, или расстроен, он должен изменить свой настрой и свое положение. Вот что значит «восстать». Измените свое настроение. «Светитесь». «Светиться» не значит блестеть, как отполированная машина. «Светиться» значит выйти на белый свет или излучать свет. «Светитесь», излучайте свет, поскольку вы прощены. Речь не идет о свете, исходящем от этих ламп, или даже от солнца. Речь идет о просвещении. «Измените свое настроение. Выйдите на белый свет, ибо у вас есть знание от Бога, и слава Господня взошла над вами». Мы говорим о действии Божьего Слова. Мы говорим о том, как это Слово проявляется в нас. Утром мы изучали Библию и пришли к заключению, что впервые слово «слава» было использовано в 31 главе Бытия, и оно означало «богатство и благословение». Материальное богатство и благословение. В иных же случаях слово «слава» используется как форма выражения благодарности. Например, Авраам воздал Богу славу, то есть он возблагодарил Бога. Следуя правилу первого упоминания, мы должны принять во внимание первый случай использования слова «слава», чтобы понять его значение на протяжении всей Библии. Мы рассмотрели значение этого стиха и этого слова. Итак, написано, «Ибо вот тьма, тьма или отсутствие света, знаний. Тьма — это отсутствие просвещения. Ибо вот отсутствие просвещения покроет землю, полное отсутствие понимания народа. А к тебе Господь отнесется иначе, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету Твоему». Гришники, они это увидят. Люди, которые не заключили завета с Богом, придут к просвещению, и цари, и правители, они увидят сияние, свет Твой. «Возведи очи Твои и посмотри вокруг». Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря обратится к Тебе, достояние, то есть богатство народов придет к Тебе. Достояние, богатство, силы, сокровище народов придет к Тебе. Это пророческое слово. Я сейчас истолкую его, исходя из того, о чем проповедовал сегодня утром. Послушайте, как это звучит. «Измени свой настрой и выйди на белый свет, ибо пришло просвещение и проявление Божьей славы, то есть материальные блага и благословения, сошли на Тебя». Ибо вот, отсутствие просвещения покроет землю, и полное отсутствие понимания придет на все народы. Но к Тебе Господь отнесется иначе, и материальные блага и благословения будут видны на Тебе, и придут язычники к Твоему свету, прибегут цари и правители. «Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря обратится к Тебе, и достояние народов придет к Тебе». Аминь. Дамы и господа, единственный свет, который можно будет увидеть в это время, это будет свет, излучаемый Божьим народом. Единственное просвещение, понимание происходящего будет только у народа Божьего. Все научные и экономические теории будут уничтожены. Земля будет гореть, как печь. Основание сильных мира сего поколеблется, пламя опалит их, и они будут уничтожены. То есть их гордыне придет конец. Это происходит прямо сейчас. Взгляните на нашу систему образования. Деньги уже сейчас теряют свою ценность в очень многих странах. Деньги теряют свою ценность. В начале этого года, всего несколько месяцев назад, Египет обращался за помощью, они испытывали нехватку продовольствия. Давайте посмотрим Бытие 47 главу. Я должен вам это показать. Не буду проповедовать об этом во второй раз, но здесь есть очень важный момент. Книга Бытие 47 глава 15 стих. Я не буду повторять сказанное ранее, поэтому вы можете это записать. Записывайте. Бытие 47 глава стихи 15 и 16. И серебро истощилось в земле египетской и земле ханаанской, все египтяне пришли к Иосифу. Повернитесь к сидящему рядом и скажите, «Здравствуй, Иосиф!» Мы – поколение Иосифов. И когда все начнет рушиться, они пойдут к Иосифу, и Иосиф просветит их. Слава да будет Господу даст им слова мудрости, Иосиф даст им ответ. Я называю вас Иосифом, всех вас, присутствующих здесь. Итак, у них кончилось серебро. Иосиф сказал, «Пригоняйте ваш скот, и я буду давать вам за ваш скот, если серебро у вас вышло». То есть они распродают имущество, обменивая его на еду. Грядущие времена невозможно пережить, полагаясь лишь на свои силы. И в будущем система этого мира ждет разрушения. Будет так, что многие компании разорятся, и люди будут продавать все, или почти все свое имущество, чтобы просто выжить. Но все это не коснется Божьих детей. Бог так поставит свой народ, что не знающие Бога поймут, что не могут обойтись без детей Божьих. Например, у меня в коридоре горит свет. Он включен целый день. Но днем вряд ли кто-то оценит пользу этого света. Никто и не догадывается, что этот свет горит. И только когда стемнеет, можно оценить, насколько полезен этот свет. Ценность света можно оценить только во тьме. Свет или просвещение будет нести Божий народ во времена полной тьмы на земле. Еще раз, свет или просвещение будет нести Божий народ тогда, когда тьма покроет землю. Торговля наркотиками перестанет приносить прибыль. Технологии будут никому не нужны. Навыки будут бесполезными. Властители станут последними из людей. И весь мир поймет, что Богу служить выгодно. Посмотрите, что Бог планирует осуществить. Люди этого мира полагают, что служить Богу невыгодно. Люди мира считают, что это глупо, смешно. Но Бог планирует нечто превосходное в эти дни, когда те, кто полагал, что может найти ответы, ответов не найдет. Когда их теории окажутся ложными, когда их эксперты перестанут быть экспертами, потому что их теории не срабатывают. И вот тогда они обратятся к просвещению, к тому свету, что излучает церковь Христа. И внезапно люди оценят тех, кто служит Иисусу. И этот мир поймет, насколько выгодно служить Богу. Повернитесь к другому соседу и скажете, «Привет, Иосиф». И раз уж мы открыли, давайте прочтем из книги «Бытие». Смотрите, о чем говорится в 27-м стихе. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Есем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались». В расширенном переводе написано, «И там они обрели имущество, и выросли, и весьма умножились». Не фокусируйте свое внимание на том, что слышите в новостях. Если новостям вы уделяете больше времени, чем Божьему Слову, ваша вера ослабнет. Вы не принадлежите мирской системе, и их репортажи вас не касаются. Вы пока живете в этом мире, но вы не должны вести себя, как мирские люди, ибо вы не от мира сего. Вы – люди Божьего Царства, и что бы ни происходило в этом мире, это не может повлиять на вас. И если в мировой экономике происходят катаклизмы, вы должны продолжать поступать так, как подобает христианам, осознавая, что вы от Божьего Царства. В этом случае бедствия этого мира вас не коснутся, потому что вы уже знаете, насколько выгодно служить Богу. Но нельзя допустить. Нельзя! Допустить! Нельзя! Допустить, чтобы в центре вашего внимания было происходящее в этом мире, чтобы из-за этого вы забыли, что принадлежите Божьему Царству, и, значит, вы отделены от катаклизмов этого мира. Заметьте, что здесь написано. Когда Египет бедствовал, израильтяне все равно росли и приобретали имущество в Гесеме. В Гесеме они ни в чем не нуждались. В Гесеме умножение не прекращалось. В Египте было темно, но в Гесеме сиял свет знания. Сегодня я вам пророчествую, что из вас высияет свет мудрости, идеи и концепции, изобретения и умные мысли будут открыты вам Богом. Мудрость Божья откроется в вас, и вы окажетесь там, где сможете принять все то, что старались получить всю свою жизнь, но не могли. Мудрость придет и наполнит вашу сокровищницу до преизбытка. Повернитесь к сидящему рядом и скажите «Привет, Иосиф!» Посреди испепеляющей засухи Египта была группа людей, на которых эта засуха не влияла. Не влияла. Давайте откроем книгу Захарии. Можно я об этом немножко расскажу? Минут 20. Откроем книгу пророка Захарии. Захария изрек пророчество о четырех рогах и четырех рабочих. Четырех рогах и четырех рабочих. Книга Захарии, первая глава, стихи с 18 по 21. Я по ошибке открыл Сафонию. Захария, Сафония. Четыре рога и четыре рабочих. Слушайте очень внимательно. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога». Он видел тогда то, что происходит сейчас, сегодня. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорящему со мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Слово «рог» означает «дела нечестивых», поступки нечестивых. «И он увидел, что дела нечестивых разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Он призвал нас распространяться. Бог предопределил нас к преуспеванию, но дьявол проник в церковь опасными учениями, которые привели к тому, что церковь остается бедной и посредственной. Единственное, чем люди могли продемонстрировать свою христианскую веру, это богобоязненный внешний вид. И церковь превратилась в сообщество униженных, и все стали с презрением смотреть на нее. Всегда, когда Бог поднимает людей, несущих перемены, Он разбрасывает то, что делает дьявол. Рабочие, о которых здесь идет речь, это люди, которые пришли устранить роги. «Прочтем прямо из Библии». «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так. «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А эти пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». В расширенном переводе Библии это звучит так. «И сказал я, что идут делать эти роги и рабочие?» «Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А эти рабочие пришли устрашить их, повергнуть в панику, сбить роги или силы народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Я хочу, чтобы вы поняли, когда приходит время бедствия, Бог направляет проверенных и надежных людей, цель которых – спасение Его народа. Иисус пришел как великий Спаситель, и Он тоже был рабочим, простым плотником, и Он изменил мир. Я заявляю вам во имя Иисуса, что против всех глупостей и лжеучений, которые звучали в церкви, Бог поставил рабочих на стратегические позиции, чтобы сбить роги. Посреди экономического кризиса есть рабочие, которые могут показать вам, как поступать, находясь посреди окружающей нас нечистоты. Сейчас повернитесь к сидящему рядом и скажите «Мы в доме плотника». А теперь 32-й Псалом. Остальное узнаете сами, приобрейте запись. 32-й Псалом, 18-й стих, здесь мы видим обетование для нас. «Вот око Господне на боящемся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их». Во время голода пропитает их. А теперь 36-й Псалом, 18-й стих, здесь написано, «Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Бог дает нам обещание. Не сосредотачивайте свое внимание на том, что происходит в этом мире, и вы будете сыты. В одни голода вы не будете нуждаться, но будете продолжать развиваться, что даже нечестивые увидят, каково это — быть просвещенным Богом, и каково это — служить Ему. И Библия говорит, что они, нечестивые, увидят и признают ваше процветание, ваше благополучие и благоденствие. Они увидят вас в достатке. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 61 главу, и перейду к основной проповеди. Вы скоро окажетесь в центре внимания. Если вы играли в церковь, перестаньте играть в церковь. Если ваше сердце не с Богом, приблизитесь к Богу, потому что пришло время, когда Бог отделит овец от козлов. Он покажет и докажет выгодность служения Богу. Книга пророка Исаии, 61 глава, 8 стих. На чем я остановился сегодня утром? На 8 или на 7 стихе я остановился? На 7. За прошлое посрамление ваше будет вам двойное возмещение. Вместо поношений и упреков народ твой будет получать радость от доли своей, потому что в земле своей получат вдвое. Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный, и союз поставлю с ними. И будет знаменито потомство их среди народов, и дети их среди племен. Все видящие их просветания признают, что они — народ, благословленный Господом. Что он сказал? Он сказал, что поставит вас в центр людского внимания, чтобы они, люди, увидели вас просветающими. Он не сказал, что они увидят вас и ваши деньги. Вот что они увидят. Они увидят вас спасенными. Увидят, что вы люди здравого рассудка. Увидят, что вы контролируете свои эмоции, они и эмоции контролируют вас. Они увидят ваше здоровье, увидят ваши счастливые браки, увидят радость вашей семейной жизни, увидят, что у вас нет долгов. Люди увидят, что у вас есть работа и все необходимое для жизни, увидят ваш покой, увидят в вашей жизни все грани просветания. И тогда те, кто смеялся над вами и хулил вас, и унижал вас, будут вынуждены признать, что вы благословлены Богом. И это вот-вот произойдет. Вы послушайте это в записи. А я буду учить о том, о чем планировал. Давайте откроем Евангелие от Матфея, шестую главу. Я абсолютно уверен, что для того, чтобы Бог мог показать нас миру, мы должны кое-что исправить. Я не собираюсь проповедовать Евангелие Черных Мерседесов и не собираюсь здесь цирк устраивать. Вы должны понимать, что такое настоящее процветание, а чем оно не является. Процветание не могло и не может определяться вещами. Имущество не определяет процветание. Понимаете? Мне придется выступить против некоторых традиционных убеждений, потому что то, что я увидел во втором послании к Тимофею, я хочу сегодня сказать и вам. Я не хочу, чтобы мы были в этом повинны. Перед пришествием Иисуса придет великое отступничество. И отчасти оно будет заключаться в отношении людей к имуществу материальному. Некоторые считают, что процветание — это деньги. Не скажу, что они ошибаются, но они не правы. Это не только деньги. Процветание — это полнота жизни во всех сферах. Духовный, душевный, физический, в семье, в браке, в кошельке и не только в кошельке. Это полнота жизни во всех ее сферах. Бог желает дать вам исцеление, счастье, достаток во всем. На протяжении стольких лет мы сосредоточили свое внимание на одном маленьком кусочке пирога процветания, если так можно выразиться. И из-за этого были просто не в состоянии наслаждаться всеми его аспектами. Многие люди отвергали. Процветание отвергли весь пирог. Сегодня я хочу говорить, почему мы еще не видели этого процветания. Помогите! Мое процветание все никак не приходит! Мне следовало так называть свою проповедь. К тому есть причина. Прежде чем мы прочтем Евангелие от Матфея, 6 главу, оставьте здесь закладку. Я хочу вам кое-что показать. Об отступничестве сказано во втором послании к Тимофею. Третья глава. Это будет происходить до пришествия Господа. Это уже происходит. Я прочту из расширенного перевода Библии. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжелые, тяжких бедствий и катастроф, которые трудно будет пережить и перенести. Ибо люди будут самолюбивы. Эгоизм будет повсюду. Эгоизм лежит в основе всей сегодняшней мировой системы. Любовь это основание всего происходящего в Божьем же Царстве. Поэтому прежде чем начнем поговорить о преуспевании, нам нужно проверить свой фундамент. Если в основании эгоизм, то Божье Царство невозможно построить на таком основании. Да и преуспевание на таком основании не построишь, по крайней мере, благочестивое преуспевание. Божье Царство основано на Божьей любви. А Божья любовь должна быть основанием для нас. Вы не можете задействовать принципы преуспевания, если у вас нет для этого основания, которое есть любовь. Я знаю, что есть нелюбящие христиане, которые стараются преуспеть, но они не простили, не оставили ссоры, распри. Принципы не выше характера, ибо характер определяет степень успеха. Наш характер, наша приверженность любви определяют степень нашего успеха. Мы ограничены лишь своим характером. Послушайте меня внимательно. Вы не будете процветать, не имея основания любви в своей жизни. А это значит, что Бог должен быть вашим жизненным приоритетом. И вы должны любить Его всем своим сердцем, душой, силой, и должны любить друг друга. И тогда возможно все остальное. Если вы любите Бога, в Библии написано, «Не говорите, что любите Бога, если ненавидите друг друга». Это как человек, который затаил злобу на кого-то, но при этом заявляет, «Зато я люблю Бога». А потом Бог таком отвечает, «Не нужно меня обманывать». Следуйте за мыслями. Позвольте мне кое-что вам прочитать. Здесь написано, «Ибо люди будут самолюбивы, трагистичны, сребролюбивы». В Библии говорится в первом послании к Тимофею, в 6 главе, в 10 стихе, что сребролюбие это корень любого зла. Или неправильное отношение к деньгам корень любого зла. Если ваши отношения с деньгами более тесны, чем с Богом, то у вас неправильные отношения. Быть готовым на предательство брата или сестры ради приобретения какой-то вещи — это неправильное отношение к деньгам. Важно расставить все по своим местам, чтобы все развивалось правильно. Я не знаю, чему учат другие пасторы, но я люблю вас всех, в каких бы городах вы ни находились. Я вас искренне люблю. Я хочу вам кое-что показать, чтобы вы знали, уяснили для себя. Серебролюбцы. Мы не будем серебролюбцами. Повторите за мной. Я ни за что никогда не стану идолопоклонником. Вы все это слышали? Я буду поклоняться только Творцу. и поглощены желанием обогатиться. Говорите, что хотите, но я это замечал. Это привлекло мое внимание. Я увидел, что есть люди, которые идут к Богу только затем, чтобы поправить свое материальное положение. это.